Микс Ньюс. Добрый день, уважаемые радиосурдцы. Сейчас у нас в гостях человек, который, я думаю, вы прекрасно все знаете, депутат Сейма, Янис Адамсон. Добрый день. Добрый день. Я знаю, что какое-то время вы были выведены из строя. К сожалению. Да, так вот бывает. Сейчас, поэтому пожелаю вам крепкого здоровья. Я вижу, что все уже у вас в порядке. Снова в борьбу, снова в парламент. Я думаю, наша радиосурдцы знают, что вы обычно человек, которого говорите прямо, откровенно, обо всех вопросах. Поэтому мы и вопросы будем задавать, наверное, такие вот откровенные. Может быть, начнем с таких международных событий, которые не оставляют равнодушными, я думаю, жители Латвии. Но прежде всего ситуация в Беларуси, имея в виду ту реакцию, которая была со стороны латвийских официальных властей. С одной стороны, вроде мы соседи, не можем молчать. С другой стороны, Беларусь, кроме всего прочего, не только наш сосед, но и наш экономический партнер, на которого, не скрою, допустим, транзитный бизнес возлагал очень большие надежды. Особенно наши порты, которые остались по существу без российского транзита и думали, что хотя бы частично заменят белорусский. Но получилось так, как получилось. Вот как вы оцениваете всю ситуацию? Как должна была реагировать официальная Рига? Вообще, что там происходит, на ваш взгляд? В свое время бывший президент Жак Ширак в Франции, высыпая в парламенте, высказался по поводу латвийского государства и выдал такую интересную рекомендацию, что на его взгляд, на взгляд тогдашнего президента Франции, Латвия зачастую упускает возможность просто промолчать. Вторую, такую сакрайную фразу, которую он сказал, что, ребята, может быть, вы подумаете, он высыпал в парламенте перед депутатами, и высказал следующим, что, ребята, вы что-то друзей, товарищей, партнеров ищите за океаном, за бугром очень далеко. А вы посмотрите, может быть, друзья и товарищи, если поближе, с кем необходимо дружить. То, что касается событий в Беларуси, мне более симпатична позиция финнов, как всегда, которые спокойно воспринимают, да, критикуют, есть за что критиковать, естественно, есть, но внутренние дела белорусов не вмешиваются. А здесь налицо то, что происходит в Беларуси, на мой взгляд, это все признаки цветной революции, дирижеры находятся за пределом Беларуси, а, кстати, беда белорусской оппозиции в том, что у них нет лидера. Я неоднократно встречался с разным представителем оппозиции Беларуси, и там встречаемся, разговариваем. Вы не отрицаете, что Лукашенко засиделся, как он сам признал уже теперь. Он засиделся, и можно было бы и сидеть, дело не в этом, а именно сидеть, а не работать. И у Лукашенко было упущено очень много возможностей, то, что он сейчас начал разъезжать по заводам, это надо было делать до выборов, не забывая о том, что необходимо поддерживать контакт с населением, разъяснять ситуацию. Очень много промахов, то, что касается ситуации Беларуси со стороны спецслужб, да, по поводу так называемых вагнеровцев, это чистая водоподстава, иностранная подстава. Потому что явно Россия не хотела таким вот образом вмешиваться в выборы. Да, конечно. Им это зачем, да? И реакции там ОМОНовцев на, в принципе, мирную демонстрацию, это тоже иногда выходило за рамки разумного. И, к сожалению, по-настоящему еще никто не ответил на вопрос, а кто в ответе. Да, ну, сменили руководителя КГБ белорусского, но я думаю, что после всех этих событий и применения силы, чрезмерное, неоправданное, тоже кто-то должен отвечать, в данном случае это министр внутренних дел. Дай бог, конечно, всем им здоровья и так далее, но необходимо все-таки не забывать, что это собственные народы, и против него не надо всегда выходить с дубинками, а надо работать. Диалог вести-то хотя бы для начала с народом? У Лукашенко было допущено еще целый ряд ошибок, еще в раннем периоде. Это заигрывание, игра на национализм. С его согласия зачастую эти всякие национальные движения и так далее, националистические движения, точнее. Поднимали голову, да? Да, поднимали голову и исходили из того, что мы тут все держим под контролем. Ошибся. Ошибся, как выясняется. Вместе с тем нельзя не отметить, что президент Лукашенко сделал очень много для развития своего государства, не дал его разворовать и растащить. Если на данном этапе, допустим, завтра Лукашенко объявляет, я ухожу. В стране начнется абсолютный хаос, и Белоруссия пройдет тот же самый этап развития, возможный, что проходило в свое время Латвии. Это тотальное обнищание населения. А что же будет с белорусскими заводами? А как? Для того и это все затевалось. Во-первых, никого не интересует белорусский народ, а интересует мат-ценностью, в данном случае заводы, которые достаточно рентабельны. Их за горбушку, хлебушка, можно приватизировать, доведя искусственно до монкротства, и потом уже пилить. То есть, в принципе, белорусский тракторат вряд ли понадобится в Европейском Союзе? Телевизовые холодильники? Это же понятно, да? Конечно. Там очень… Дело в том, что их всех закроют. До начала, да? Да. Потом, может быть, кто-то будет что-то развивать. Но конкуренция Евросоюза в том числе абсолютно не нужна. Если посмотрим, как развиваются события, если раньше какую-то идеологию там подоплека была, то последние, ну, лет 15 уже, да, всю стыдливую такую обверточную бумагу сняли и гонят. Если вспомним, когда начались применяться активные санкции против России со стороны Соединённых Штатов Америки, когда Россия начала активно строить газопроводы. Случайное совпадение. И даже, кстати, после независимости Крыма, референдума на Крым и присоединения к России, санкции против России не вводились. А санкции ввели как раз после сбитого Боинга чуть не второй день. И мне, как, в общем-то, специалисту в какой-то мере в вопросах военных, в вопросах применения оружия и так далее, ну, как-то не по себе становится от того, как это всё происходит с точки зрения сбитого Боинга над Донбассом. Сбили, американцы молчат, потом тихо, мирно заявляют, вы знаете, у нас есть данные по спутникам, но мы вам их не дадим. И смешно, что американцы, опять же, здесь прокололись по сбитому Боингу в Иране. Когда иранцы сбили украинский Боинг, на следующий день, когда Иран пытался сказать, что нет, нет, это случайность, ошибки, американцы тут же выложили в сеть спутниковые снимки. Ребята, а у вас этих снимков нет? Почему вы не публикуете? Значит, там совершенно другая причина. Причины чисто экономические, и давление на Россию, на Германию, на Европу, на разные компании, те, кто участвует в строительстве северного потока номер два, они видят чисто экономические. Это борьба за рынок, неприкрытая борьба за рынок. И это надо понимать. Наши мудрецы, мы все кричим, Россия вмешивается в выборы в Соединённых Штатах. В России, точнее, нет государств, где проходили бы какие-то выборы, куда бы Россия не вмешивалась. По оценке наших политиков, ведущих, правящих, да, но сомневаюсь, что в России есть столько сил, чтобы это всё притворять в жизнь. Но вместе с тем, только начались события в Белоруссии, демонстрации, что принимают, какие решения, в том числе латвийское правительство, выделить 150 тысяч на поддержку оппозиции в Белоруссии. Евросоюз принимает следующее. Выделить 52 миллиона для поддержки оппозиции. Ребята, это что? Не вмешательство внутренних дел? А почему не помогает, допустим, я считаю, что надо помочь и тем работникам латвийской железной дороги и портов, которые остались без работы? Мы не знаем, что у нас происходит в реализованной сфере. Они разве не надо помочь? Я не против помощи в Белоруссии. И главную скрипку координации и так далее действий по Белоруссии, естественно, играют поляки и литовцы. И когда Лукашенко, президент Белоруссии, заявляет о том, что мы прекратим транзит, вот бы нашему промолчать. Значит, транзитные потоки пойдут через нас. Наиболее выгодно. И заполнить ту дыру, которая, благодаря правящим нашему правительству, появилась у нас в Рижском порту. Минус 30%, если не ошибаюсь. Да, 30. Минус 40%, если не ошибаюсь, в Эйнспилс. И где-то также в минусах по поводу груза транзита через ЖД. И фактически сейчас, я так понимаю, государство с помощью вот этих, ну, дотаций, по существу, поддерживает на плаву Латвия Зельсич. А раньше эта компания, наоборот, перечисляла свою прибыль в бюджет. Сейчас наоборот. Совершенно верно. Это абсолютно бездумная политика. Она и бездумна, то, что касается внешнеполитических устремлений, и то, что касается внутренней политики. Ведь что произошло в Рижском порту? Чистая национализация. И потом удивляемся, почему грузопоток прекратился. Потому что любой человек, который совершает какие-то сделки с портом, смотрит, у вас там в течение суток могут менять собственника. Так так смотришь, и грузов больше не привезут. А как у вас дальше будет? Что дальше будет происходить? Это такая же ситуация сейчас под вопросом аналогичной системы национализации Лепайского порта. К чему это приведет? То есть, он тоже не уцелеет? Нет, конечно. Нет, конечно. Потому что те, кто пришел к власти, особенно новые консерваторы, они, в принципе, не даром их такая кликуха – это новый коммунист. Потому что они высыпались за сплошную национализацию, да, и государство может всем управлять. Если успешно работали порты, то зачем менять право собственника? Надо было справиться с одним Лэмбергсом. Не могли иначе, как создали ситуации, что его включили в черный список. А если Лэмбергс выиграет суд в Соединенных Штатах Америки и докажет, что его неправильно включили? Это будет интересно. Провод 6212-939, 6213-939. Можете звонить, задавать вопрос нашему гостю. Депутат Сейма от Согласия Янис Адамсова у нас в студии. Я не случайно упомянул и лидера партии Согласия, поскольку действительно Согласия стоит на пороге анализа ситуации, которая произошла после, вернее, в результате этих неочередных выборов в Рижскую Думу. Как вы вообще оцениваете результаты выборов в Рижскую Думу, поскольку сейчас мы понимаем, что город на 5 лет окажется в руках, ну, кто-то их называет пароцентристскими партиями. Там, правда, много разных партий. Там и консерваторы, и центристы, и националисты, и прогрессивные, которые себя называют социал-демократами. Там такой большой винегрет. Но понятно, что почти на 5 лет, скорее всего, они будут управлять городом, потому что коалиция 39 депутатов. Но я напомню нашим радиослушателям, что у господина Адамсона не только большой опыт работы и в Сейме, и даже в правительстве, но и в Рижской Думе тоже. Было допущено предвыборной кампанией целый ряд серьезнейших ненарушений, а именно непонимания ситуации. Со стороны, вы имеете в виду? Руководители штаба по выборам. А штабом руководил бывший мэр Нил Лошаков. И, по идее, ответственность и у штаба, и Рижской организации. А может быть, по-другому уже было и невозможно, потому что, ну вот, если посмотреть, я сейчас никого не оправдываю, просто пытаюсь объективно анализировать. Мы же видим, какая была кампания черного пиара, и в результате Рижане уже вообще забыли, а что, собственно, за эти 10 лет было сделано. И люди уже говорят, а действительно, все, кажется, разворовали. Вот это одна из ошибок, стратегических ошибок, идя на выборы, неочередные выборы Рижской Думы. Сколько раз я говорил нашим однопартийцам и депутатам Рижской Думы, Нилу Шаку, я говорю, слушайте, нас всех ругают за то, что происходит в Рижской Думе. Так давайте посмотрим, а представьте нам данные, что хорошего вы сделали за это время. Я, как сейчас, помню, что в 2009 году, когда я смог вернуться в политику, баллотировал свою Рижскую Думу, и потом вскрыл ситуацию, что в очереди в детские садики было 12 тысяч, где-то 20, если не больше, тысяч детей стояли в очереди. Потому что все либеральные, национальные и же с ними руководители Рижской Думы просто распродали. Распродали в детские сады. На сегодняшний день в очереди около двух тысяч, причем эту цифру можно смело делить на три, потому что, как правило, становится в очереди два-три детских садика, где ближе очередь подойдет туда и уходит. То есть, занялись строительством детских садиков. Очень много сделано в социальной сфере по поводу проезда и транспорта. Очень много сделано в том, что касается строительства домов, дрейлы. Ведь целый район появился ниоткуда. Это все заслуга. Там можно перечислять очень много. А за что ругать? На то есть конкуренты, которые это сделают. Я всегда исходил, что говорят, и правильно говорят, черный пиар, который применили отношение к нам. Я всегда исходил из обратного. Очень хорошо, что я знаю, в чем меня обвиняет мой оппонент. Вопрос в другом. А что делаю я? И здесь я должен доказать, что оппонент не прав в тех или в иных ситуациях. И на пальцах объяснить, что я сделал хорошего, да, я допустил такие ошибки. Но, увы, я их осознал и готов дальше работать по их устранению. Этого, к сожалению, не произошло. Когда нас поливали грязью, у меня сложилось такое впечатление, что наши скромно опустили голову, и на этом все закончилось. А похвастаться, что сделано за 10 лет в Риге, есть чем. Ну, разбор полетов будет у Рижской организации, насколько я понимаю, где-то в ноябре, где будет переоценена роль каждого, кто и чем занимался, и кто за что в ответе. Это и руководство Рижской организации, прежде всего, и, конечно, штаб проведения неочередных выборов от нашей партии. Потому что, если не будут установлены истинные причины, почему мы оказались там, где мы есть, то мы можем спокойно идти домой и не участвовать вообще ни в каких выборах. Мы не потеряли, как ни странно, нашего избирателя. Наш избиратель, он человек умный, но он растерялся. Внеочередные выборы, они вообще уникальны. Причина вывоза мусора, я напомню радиослушателям. Но мусорного кризиса, о чем кричала правительство, так и никто не дождался. Мусор как вывозили, так и вывозят. По крайней мере, на улицах не воняет. Запруд из мусора тоже нет. Ребята, так в чем проблема? Надо было убрать. Ну, бывший руководец Рыжеской думы. Здесь тоже, на мой взгляд, было допущено много ошибок, когда уже мэром стал господин Турлайс. Почему-то он не выдержал голосования Рыжеской думы. Дальше тут же его сменил господин Буров. И, опять же, со стороны, наблюдая за ситуацией, тоже сложилось такое впечатление, что ребята не поделили игрушки-песочницы, в результате дали формальную возможность к неочередным выборам. А чтобы просто разъяснить людям, а что происходит на самом деле, этого тоже не произошло. И, как ни странно, на этих выборах, как бы мы с бывших союзников, почему-то обливали грязью. И на взаимной основе. Вроде как при разводе, ну, как правило, супруги остаются в нормальных отношениях. А тут жесткие разводы. Возвращаясь к тому, что к результатам выборов, ну, какие-то они такие, какие есть, очевидно, что город переходит в руки другим политическим силам. Это будет довольно стабильная коалиция. Есть ли здесь какая-то опасность вообще для Риги? И нет ли такой ситуации, когда часть избирателей, нельзя их винить, наверное, это вина политиков, что не смогли убедить избирателей, прийти на выборы. Часть избирателей, мы же знаем, и в том числе довольно значительная часть тех, которых голосовало в согласии, просто посчитали, что надо сидеть дома. Но, видимо, до конца они не поняли, что если они сидят дома, то за них голосуют другие. А может быть, они сделали правильно. Не знаю. Если я не могу кого-то убедить, приходи и голосуй за меня, то это не вина ваша, что вы не пошли. А моя? А моя. Значит, не был достаточно убедительным, да? Да, конечно. А доказать могли очень просто. Рассказать, к чему приведет ситуация в Риге, если победят так называемые правые партии. Это и безвозмездный проезд в автотранспорте, это социалки и многие-многие другие вопросы, которые пойдут на нет, да? И это тоже надо учитывать. Но, к сожалению, наши кандидаты в депутаты эти аргументы использовали недостаточно. Игорь Александрович, у нас в студии. Привемся буквально пару минут. Я вижу, что есть звонки. И вторую часть обязательно начнем с ваших звонков. Не переключайтесь. Ярис Адамсон, у нас в студии, депутат Сейма. Давайте действительно, как мы обещали, начнем со звонков наших радиослушателей. Добрый день. Слушаем вас, пожалуйста. Да, добрый день. Я хотел бы спросить вашего гостя. Скажите, пожалуйста, где вы увидели в белорусских событиях так называемые признаки цветной революции? На мой взгляд, там все признаки начинающегося фашистского режима, когда на протяжении трех дней так называемый легитимный, в кавычках, руководитель государства отдал приказ издеваться над своим народом. Вы знаете, что там творилось в так называемых камерах вот этих заключений? Там же людей пытали. Там три человека после пыток погибли. Он ведь фактически фашист. Понимаете, вы сейчас представляете политические силы, политическую силу Латвии, конкретную партию, а на самом деле перепеваете какие-то утверждения пошлых российских СМИ. Какая цветная революция. Простите, вы говорите какие-то популистские, невежественные вещи. Извините, это даже не вопрос, а реплика. На самом деле, немножко чувство стыдания испытывая того, что вы говорите по поводу событий в Голоруси, о которых я, извините, знаю от первого лица. Спасибо большое. Давайте, может быть, сразу примем звонок. Еще один вдогонку, может быть, на эту тему. Это сразу дадим возможность гостю прокомментировать. Добрый день. Слушаю вас, пожалуйста. Добрый вечер. Я бы хотел бы господина Анатусу заметить такую вещь. Почему не проголосовали, многие вообще не пошли, русскоговорящие в основном. Потому что по балкому один раз выступал, так называемый, депутат Каменецкий. И он сказал, ну, у вас же нет другого выбора. Вот вы будете за нас голосовать, и все. Я очень эту фразу очень хорошо запомнил. Поэтому доверие к согласию очень сильно потерпело. И это именно поражение только лишь из-за того, что русскоговорящие не пошли голосовать. Спасибо. Спасибо большое. Я согласен, что, говоря о том, что нет выбора, выбор всегда есть. В данном случае выбор был сделан, что наш избиратель не пошел голосовать. И это вина не избирателей, а вина депутатов, что не смогли убедить, не смогли доказать, к чему приведет неучастие в выборах. Все очень просто. Ну, у нынешнего состава Рыжеская дума ожидается тяжелые дни. Если господин Сатис изначально заявил, что, вы знаете, мне нужен только один ВЦМР, сейчас мы видим, там уже три, там они уже заявили, что давайте всех руководителей департаментов и так далее поснимаем с должностей, не понимая, что это не так-то просто. Необходимы целый ряд нарушений, чтобы кого-то освободить от должности. Прецеденты, в том числе и в Рыжеской думе, и в нашем государстве бывали, когда людей освобождали от должности. Это привело к судебным тяжбам, и людей восстанавливали в предыдущих должностях. Говоря по поводу первого звонившего, вы знаете, если вы говорите от первого лица, значит, вы сами участвовали, или вы имели в виду первое лицо, что президент Лукашенко вам позвонил, или вы встречались, и это абсолютный факт. Очень многие вещи, то, что происходит в Белоруссии, там очень много фейковых новостей. По поводу того, есть ли признаки цветной революции, они разные. Если уйдет на данном этапе Лукашенко, то там начнется хаос. Если пойти по украинскому сценарию, когда Янукович уходил, ему там выдавали, Янукович, гарантии Франции, Германии, кто там только не давал гарантии, только подпиши соглашение с так называемой оппозицией. Не прошло нескольких часов после подписания этих соглашений, как власть на Украине в Киеве сменилась. По поводу того, засиделся ли господин Лукашенко, несомненно, было допущено целый ряд ошибок. То, что касается применения чрезмерной силы, я уже тоже говорил. Первый, кстати, звоночек по поводу цветных революций был после выборов, если память не изменяет, в 2010 году, когда аналогично пробовали это все провести. Как я уже говорил, я имел счастье встречаться со многими руководителями белорусской оппозиции. И когда им задаешь вопрос, я говорю, ладно, понятно. Вы высыпаете за то, что дало Лукашенко. Не вопрос. Давайте, скинули вы Лукашенко. А дальше что? Какая у вас экономическая платформа? Какая идеология? Что вы планируете по отношению к Евросоюзу, к России? И вообще, как планируете дальше жить? Ответ был очень интересен. А потом мы разберемся. То есть, основной принцип – давайте долой, а что настанет потом, абсолютно товарищи не были готовы ответить. Ошибки, конечно, были. И нет смысла их отрицать. А по поводу того, что сделано, да, там на территории Белоруссии, хоть дороги намного лучше имел возможность оценить. Города почище, да и народ вроде как неплохо живет. Очень много есть положительного. А если вы считаете, тот, кто звонил, что просто так кому-то предлагаются деньги, и эти деньги не надо будет отрабатывать, ну, он глубоко ошибается. Ведь таким же образом и была уничтожена и наша промышленность на территории Латвии. Да, давайте примем звонок еще один. Одевайте наушники, пожалуйста. Да, добрый день. Слушаем вас, пожалуйста. Добрый день. У меня в следующий раз позволит, значит, реплика и вопрос. Ну, реплика по согласию. Значит, вот ваше сопричастное закрытие русских школ – это отдельный вопрос. Мурница во главе Сейма сидит благодаря вашему воздержанию согласия. Значит, голосование за увеличение финансирования партии, себе, любимым депутатам – это все согласие. Так что здесь не то, что там Каменецкий что-то сказал. А вопрос у меня такой обобщающий будет. Вот смотрите, господин Адамсус, все вы, согласия, все партии, вы же не наивные люди, когда 30 лет перечисляете. Вот правящие сделали это, 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 потому что они глупые, наивные, недельновидные. Но ведь абсолютно же точно вы и я, и все мы знаем, что делают они это не потому, что недельновидные, а потому что строгая перерентация в сторону своих интересов. То есть на государство наплевать, значит, надо играть ту музыку, которая будет оплачиваться им лично, эстеблишменту, и все остальное побоку. Ну, так так надо, наверное, и говорить, а не делать вот такой наивный вид. Ах, какие вот они нехорошие, и вот мы это 30 лет перечисляем, а мы, с другой стороны, вас слушаем. Ну, вы-то знаете, почему они это делают, и мы знаем. Потому что плевать им на государство. Вот и все. Спасибо. И вопрос, и реплика, и все. Очень я с вами согласен. В том плане, что нынешний руководитель больше думает о своем кармане, своей выгоде в той или иной ситуации, несомненно. То, что касается ничего не делания, тоже неправильно. На мой взгляд, по одной причине я занимал высокие посты, в том числе и в правительстве, системой МВД, командовал погранвойсками, был начальником штаба военно-морских сил. Так что понимание, что и где, и откуда ноги растут, у меня есть отличное. По поводу нашего участия в ликвидации русских школ, ну, не надо. Мы уж передергивать абсолютно. Мы подавали исконсионный суд, боролись как смогли, но у нас ровно столько, сколько у нас есть в парламенте. По поводу третьей части реплики. По поводу Мурнеца. По поводу Мурнеца. Ну, понимаете, можно сказать и так, и так, но вы не депутат, давайте баллотируйтесь на следующий выбор, и вы будете принимать решение, как себя вести в той или иной ситуации. Я считаю, что мы поступили тогда правильно, когда мы не участвовали в выборах. Да, потому что у нас были свои резоны именно так поступить. Есть за что нас ругать? Конечно. Точнее, не ругать, а критиковать. И давайте друг друга уважать. Ну, что ж. Да, всё-таки такой вопрос. Возвращаясь, может быть, даже уже теперь не к Риге, а к правительству, сейчас вот мы знаем заявление премьер-министра Калинча, который сказал о том, что ну, надо что-то делать, потому что экономический кризис в мире не за горами. В Латвии, видимо, тоже, в Латвии он тоже не обойдёт, с одной стороны. С другой стороны, сейчас инвесторы зачастую не могут в Латвии открыть счёт в банке. И надо что-то сделать, сказал премьер, но ведь фактически именно правящей коалиции за последние годы и ужесточало законы, которые регулируют банковскую деятельность. Ох, то, что наступит экономический кризис, представители нашей фракции предупреждали общественность, и в том числе и правительство, и с трибуны парламента, и ещё задолго даже до ковидс, то есть ещё в прошлом году, были все признаки по поводу возможного наступления экономического кризиса. Сейчас, да, уже вынуждено правительство говорить, а вы знаете, недоимка по налогам у нас составит где-то как минимум полмиллиарда евро. Ну, там разные цифры существуют. Что делает правительство? А ничего. Чтобы улучшить ситуацию, за исключением того, что пытаются сейчас поднять кадастровую стоимость на недвижимость. Но, кстати, в течение 20 лет мне так никто не смог ответить, что это за налог вообще, откуда он появляется. Вы, когда идёте в магазин, покупаете костюм, заплатили, заплатили ПВН, да, и всё, носите костюм. Вы не бегаете ежемесячно в магазин и не отстёгиваете ещё какие-то деньги за то, что вы носите этот костюм. Логично, да. Аналогично и ситуации с недвижимостью. Если я пробирал недвижимость, купил землю, ребята, о чём вы говорите, какие налоги? Почему в многих государствах в Европе такого налога вообще нет? И что-то они там живут и процветают, и не жалуются. Мне потом, в конце концов, когда аргументы закончились, начали объяснять, что, ну, понимаете, это налог самоуправления. Я говорю, так давайте назовём его налогом на инфраструктуру. И тогда будем смотреть, за что платится налог и как расходятся эти денежки. Потому что иначе нельзя. А сейчас правительство обманывает нас и всех. И как бы всё нормально. Да. Как бы всё нормально. Ещё один звонок успеем принять, наверное, под занавес эфира. Добрый день. Слушаем вас. Слушаем вас, пожалуйста. Здравствуйте. Господин Адамсон, я уважительно к вам отношусь. Но я считаю, что песенка о партии «Согласие», видимо, спета. И следующие выборы будут последними до тех пор, пока в партии не будет яркий лидер. Нынешние не в счёт. Вячеслав Домбровский, ну, такой похож на этого. Может быть, в глубине есть какие-то. А так русские любят яркие лидеры. Может быть, латыши не так, но мы любим яркого лидера. Так что думайте и ищите яркого лидера. Тогда победим. А иначе вам крах полный. Вот есть такое мнение «Глаз народа» о ярких лидерах. Спасибо. Будем искать. Но я считаю и господин Урабанович, что он достаточно яркий лидер. Да, он не любит высыпать. Но, очевидно, ему надо будет менять имидж и высыпать. Он умнейший человек. Написал целый ряд различных книг, кстати, в том числе и по истории Латвии. Со времен независимой Латвии до нынешних дней. Очень интересный материал для чтива. То, что у нас есть в партии очень много умных людей, это тоже не для кого, не секрет. Кто будет формальным лидером, не суть важна. Самое главное, чтобы была команда. Я вижу, что такие возможности есть. И, может быть, обновится команда. Но самое главное, еще следующее. Это наша программа. И, по идее, наш избиратель ориентируется не только на лидеров. Я считаю, что наш избиратель достаточно умный, знающий и оценивает наши действия по работам, а не по словам. Ну что ж, может быть, такой вопрос, вот такой прогноз, учитывая ваш политический опыт. Многие считают, что правящая коалиция в правительстве может, скажем так, споткнуться. Я бы такое слово употребил. На бюджете следующего года, в бюджете страны, мы знаем, какая ситуация в экономике, плюс еще пандемия, и необходимость повысить зарплаты и медикам, и учителям. И мы видим, что еще какие-то налоговые изменения готовятся. Как вам кажется? Или правительство устоит и прямо проработает до 2022 года, до выборов в Сейм? Как правило, самое стабильное – это нестабильное правительство. Это как раз тот случай, да? И чем слабее премьер-министр, тем дольше он остается у власти. Потому что очень многих, особенно разных дельцов, это устраивает. Конечно, могут споткнуться, и есть предпосылки, чтобы это так и произошло, на бюджете. Есть много предпосылок по поводу критики, кстати, и то, что касается пандемии, и чтобы не говорили, что мы только ругаем. Я считаю, что в вопросах по борьбе с распространением КОИЦ наши руководители, специалисты, врачи сработали на отлично. Потому что случаи заболеваемости по сравнению с Эстонией и Литвой у нас достаточно низкий процент. Но это благодаря работе профессионалов. Когда профессионалам не мешает работать, они свою работу знают и исполняют. Конечно. А то, что касается политиков, ну, понимаете, самое смешное, что уже полгода госполиции без руководителя формального, начальника госполиции, и что-то госполиция не развалилась. Да, может быть, и вообще не надо утверждать на должность никого. Пускай будет ИО, да? Пусть будет ИО, и всё. Хотя, если честно, абсолютно непонятно, почему это так происходит. Но вместе с тем, хотел бы отметить, что в последнее время у нас какие-то такие интересные тенденции. И отмечаю, что в течение последнего года делается всё, чтобы дискредитировать пограничную систему. Было возбуждено уголовное дело, на мой взгляд, достаточно абсурдное, то, что касается бывшего руководителя, господина Гарбарса. Гарбарса, да, погранслужбы нынешнего руководителя, потом Пуяца, потом ещё одного заместителя. И все эти обвинения, мягко говоря, на мой взгляд, не выдерживают критику. Как они планируют довести эти дела до суда, очень и очень сомнительно. Хотя, этих офицеров я знаю достаточно давно, и то, что ими инкриминируют, опять же, не выдерживает никакой критики. Да. Ну что ж, может быть, об этом мы поговорим в следующий раз. Я не с Адамсом, а с Бо в студии. Большое спасибо.